Дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. В синем углу ринга боец, рост 188 сантиметров, вес 98 килограмм, возраст 29 лет, чемпион Северо-Кавказского федерального округа по боевому самбо, мастер спорта по боевому самбо. И мы продолжаем турнир. Восьмой поединок, весовая категория 93 килограмма. Евгений Микинин против Руслана Степаняна. Верность присяге! Приветствуйте! Евгений Микинкин! Евгений Микинкин, 29 лет, 105 килограмм, рост 188 сантиметров. Синем углу ринга боец, рост 185 сантиметров, вес 97 килограмм, ровно, возраст 29 лет, чемпион Европы, России по тэквондо, обладатель Кубка Черного моря по панкратиону, 10 боев, 6 побед, 4 поражения. Из города Анапа, Россия! Приветствуйте! Руслан Степанян! Ну и касается именно разницы в профессиональном опыте. Понятно, 2-4 это одно, а вот 10-5 это несколько другие абсолютные цифры, если мы говорим о Микинкине против Степаняна. Но Степаняна это тэквондист старой формации. Я прекрасно помню, например, олимпийские игры в Сидне, когда тэквондо ввели. Какое это было тэквондо? И как оно выглядело? И как тогда учили? И какие были раску... То есть до сих пор тэквондисты считаются с точки зрения ударной техники ногами, методологии обучения, в принципе, лучшими. Абсолютно лучшими. Да, это идеал удара ног. Идеал удара ног. Но, к сожалению, современная тэквондо, она слишком сильно видоизменилась. И поэтому... Посмотрите, да, скорость. Очень хорошая была хлестка и левая хайки в голову. Вот он заканчивается. Вот они сдвоенные удары ногами. Сдвоенные, стройные. Да, всегда неожиданно, когда сдваивают ноги и так живут руки. Боец. Взрывной боец Руслан Степанян. Да, руками сумбурно работают, в отличие от ног. Но... И вот классическая стойка, понимаете? Ты умеешь... То, чем у тебя учили. Многовато на голову переводят про печень задуманную. В основном работает левой ногой. Да, и руки низко опускают тэквондо. И такая специфика. И с правилами это очень связано. И с правилами, и, вы знаете, с физиологией. Да. И быстрее двигаешься с опущенными руками. Да. И плюс, когда опускаешь руки, почему-то таз немного по-другому работает. И ногами легче бить. Я сам на себе заметил эту специфику. Когда руки наверху, таз немножко по-другому работает. Но при всем при этом вот эта же техника, это очень опасно. Бронил, нет? Неплохой серии, нет. Попытался Евгений Микинин перевод сделать. Сейчас была авантюрная попытка гильотина от Руслана Степаняна. И сейчас в не лучшей позиции он находится. Я, честно говоря, не очень понял, зачем ему эта гильотина в подобном виде. Потому что он не успел ноги скрестить. Он даже не запрыгнул. То есть он и не запрыгнул, и не завалил на себя. То есть ни одна из двух техник. Сейчас он подворачивается, подворачивается. Но, скорее, будет в лучшем случае для него гард. А в худшем случае... Да-да-да-да-да. Вот ровно, Алексей, у вас сейчас выражение лица как раз и поменялось. Поспешил Руслан Степанян, о чем мы говорили в прошлых поединках. Нужно не спешить на первых минутах. Сейчас он задушит. Сейчас хороший замочек на спине. И удушающий прием растягивает. Да, и стучит сейчас Руслан Степанян. Евгений Микинин заслуженно выигрывает этот поединок удушающим сзади. Да, Евгений Микинкин. Замечательный бой. Вот куда Руслан Мюнсышев, куда он спешил, зачем? То есть он с ударной техники, с точки зрения ударной техники, он показать очень хороший. Но так по факту отдал спину и откуда вылезти просто не смог. Смотришь, что он на Кубке Черного моря выступал и брал этот самый клуб, то есть не новичок. Смотрите, ударная техника ногами, то есть вот подобная скорость. Посмотрите, это тяж. Это полноценный 100 килограммов. Он когда долбит ногами, там даже по защите. Посмотрите, вот этот момент. Вот здесь, вот человек. Он не закрепился ногами, начал валиться на себя, просто стягивать и не было контроля. Он контролировал шеи, но не контролировал корпус. И завалился на себя, не успел контролировать ногами и просто остался в плохой позиции. Ну и классика жанра. Хочешь, чтобы не задушили, снимай руку. Да, и защиты просто не было. Дал себя растянуть, просунуть руку под подбородок. Она, в принципе, там и даже не вошла. Просто растянул за счет давления, за счет физической мощи первого раунда. Да, там еще когда не уставший. И Евгений, надо понимать, что он бороться умеет. Дамы и господа, на второй минуте четвертой секунды первого раунда удушающим приемом победу одержал боец в синем углу ринга. Евгений Микинкин с победой. Пережил вот этот шквал атак в ударной технике и в итоге оказался победителем. ПОДПИШИСЬ! ПОДПИШИСЬ!